Вилеш Тилвилд, резекция мечты, Че, 15, Ирина Диденко, предвестие, весь вечер на еврейском христианском, увы, фестивале в Мариинском парке, Мариинки, отчаянно проплясал фрейлоксы 740, но бесподобные по фрейлоксов забытье, потряс почти библейский пожилой курчавый флейтист на прогулочной сагайдачного, Аид, вбейте в себе в голову тупо, Львовине, не еврей, а тем паче не жит из вашего черносотенного мирка, Аид, кстати, из черновцов, черновец, так наяривал, От улыбки станет мир светлей, что маленький немчура белешенький чего только не вытворял, и петушком крякал, кто немчуре извечно полезно, и просто приплясывал торопыжными детскими ножками четырехлетнего чела, и был, ну, просто очарователен, но так не бывает, тут явился я и флейтиста на автомате тупо переключила, свояк свояка видит издалека, флейтист залабанил народный фрейлокс, я тук на ухо, но раз слышал, и раз, раз два три, раз два три, раз два, раз два три, ноги пошли бы в пляс, Но только я же не дал слова на шестьдесят три году не выкорчеваться, не выдрыгиваться, не выпендрежиться, но фрейлокс есть фрейлокс, он заводит, стали сбиваться нашинские чувачки и чувачки, и тут в центр круга вышел обиженный немчурный младенец и обидно-трогательно пронес всем нам фак, эти детские сочетания сантехнических глупостей откровенно умилили, мы прошли дальше, флаг над неким нелепым на сей раз рейхстагом в очередной раз был наш, Ну, вот, мудро сказала жена, ты сегодня породил, инициировал еще одного по жизни конченного ксенофоба и гопника, а то ж, в тон жены согласился я под непрерываемый не на минуту фрейлокс, мой фрейлокс, моего города, моего в нем подола, так что извините, подвиньтесь, то бишь, звоните, срать на всю грядущую рашкину рать, и майданы туда же, дайте просто пожить, нелюди, пляс по кругу исхождение и расхождение, это выхолощенный фрейлокс или фрейлокс на разогрев, Но потом начинается то, что попало в царский да и в совковый запрет, из круга танцующих выбирается ведущий танцор и вводится в круг, он в пляске выбирает вместо себя девушку, а та очередного танцора, и так, без конца, до самого окончания танца, который в ином праздничном штителе длился часами, благо музыканты Клейзмеры себя не жалели, это ж вам не лабухи фестивальные, ибо, в шарик, он вам не рикша, наши привычки, это ограничительные регуляторы комфортности нашего мира с верхним и нижним зажимами регуляторности, Такая себе биржа комфортных состояний души, при этом, в верхнем зажиме всегда присутствует мера внешней угрозы комфортности нашего мира, а в нижнем зажиме, мера слития в единую комфортную массу с духовно равными и комфортно близкими индивидуумами, до вырождения этих привычек до неких социальных норм комфортности, на двоих, на троих, для группы людей, но здесь же и скрыта опасность порождения того или иного типа или вида изгоев и формирования некой вполне узнаваемой обществе касты, субкультуры и прочее. Запрочем легко скрывается две крайности от «слушай меня, делай как я» до «кто не с нами, тот против нас». Например, комфортно лежить в обществе регулярно и громко орущих гоньба, вместо поступков творения тех или актов созидания т.д. Приоритеты и паритеты привычек это всегда крайне сложно, как два равных, по сути, начала. Например, те же слуги русской речи «рик» и «ша» у одних обязательно получится безмозглый трудяга пахотный «рикша», тогда как у иных, более легковесных и восторженных из тех же букв «шарик». А дикость любого снобистского комфорта почти равна дисконту на комфорт, некому праву на комфорт, ведущему, естественно и как-то очевидно, к глобальнейшему дискомфорту. Так что с регуляцией привычек к мере комфорта под себя надо быть осторожным и всегда соразмерять свой комфорт с допустимым комфортом общества. В этом и есть общественная мораль. Весь излишний комфорт не следует афишировать, а надлежит просто и негласно держать при себе только в этих скрытых незаметных областях комфорта способны происходить духовная эволюция и освобожденного от «верик» заскорузлых повседневности разума. С начала 2017 года, практически за 8,5 месяцев в Киеве произошло 280 суицидов, тихо, просто, буднично с записками с объяснениями причин, извинениями перед близкими из них, то ли шести, то ли восьми детей и подростков, то есть практически каждый день из Киева в ад уходил один украинец. Я не до такой степени религиозный фанат, чтобы дать здесь параметры ада, но преддверием этого ада точно бы, превращенный страшное земное чистилище Киеву этого социального безысхода есть национальное имя и общество, Кабмин, Киеврада, ВРУ. Наши родненькие, далеки от всякого народовластия и органы власти. Здесь нужно время тем, кто даже уже дошел до черты, но еще не переступил ее. Начинать надо с тестов на способность выживать в большом суицидальном городе. Тесты должны быть в школах, институтах, офисах, при приеме на работу и органах социальной опеки и полиции. Человек должен иметь упрощенный доступ и проверку на житие в столице по методологии MP MPPI. Это минимум был наработан еще в пору чернобыльского лихолития в школах с чернобыльскими детьми 259 той и 270 той, что на троящине. Тест подобного класса, впервые был разработан учеными-психологами Мачисусетского технологического института. В США далеко не модная компьютерная игрушка. Его профили должны были объяснять профессиональные психологические и служебные качества клерков на своих рабочих местах. Сегодня их нет суицида есть, гробовщики есть, а разговоры на ТВ, даже на том же прямом канале примитивны, как и знания, накопленные обществом в пиковом периоде после техногенной катастрофы на ЧАЭС, ибо они уже кажутся пустейшим поветрием, но я знаю, что доброта учительского корпуса и профессионализм киевских психологов сделали главное. Многие дети того экстремального периода выжили, и после потрясений на ЧАЭС, и после неосектанства по типу Белого Братства. Почему же сегодня не приглашать этих психологов, а не псевдонаучную шашель с кандидатскодокторскими закрылками? Мы видели и останавливали беду. Мы стояли на меже у знака беды. Мы помнили, что тыл беды не менее значим, чем фронт, и сегодня в тылу нужна национальная невоенная служба психологической поддержки. Мир прошел через это. Мы до этого понимания только доходим. Мне указывают на выход, в святую землю. Не спешите, еще перееду. Но не в этом десятилетии. По карме, я полиэтнический украинец и вправе менять черносотенность Родины, на извечную европейскую терпимость. Ну, разве что из США заказать электрический стул для тягныбоков и еваревских, за лютую генетическую ненависть к моему народу. По жизни я общался с евреями и еврейцами, болгарами и поляками, венграми и греками, немцами и швейцарцами, датчанами и торками, иранцами и ромами, гагаузами и крымчаками, русскими и белорусами, кинейцами и израильтянами, туаригами и троглодитами, французами и немцами, англичанами и американцами, чехами и словаками, албанцами и черногорцами, корейцами и монголами, японцами и тибетцами. Японцев я не понял. Женщины сверхсексуальны наружу, мужика, люто ненавистники всех и вся на планете. Где бы я жил? В Чехии, Болгарии, Черногории, Албании. Не жил бы в Тунисе, Польше и Израиле. В Египет и Турции унаведывался бы крайне нечасто, не замечал бы Германии, умер бы в Париже. Да, деточки, я украинский космополит, проверенный временем, вереницей странствия и оценками окружающего меня мира. А у украинцы, сегодня на планете Земля люди живут разно. Но так безысходно, как сегодня живем мы, городские пари, старики, просто более непозволительно жить. Так не смеют жить народы, прошедшие горнила мировой цивилизации. Как-то в августе я прожил прошлую неделю в маленьком приморском городке с бездной маленьких пекарен и очень добрых людей. Можно устать от войны, от перекошенного на смерть мира, но захотелось отсторониться с иными чисто писательскими мыслями о судьбах сервисного человечества. Не мне говорить о войне, я вернулся из мира водораздела, который уже более двух десятилетий не знает войны. Мира, где даже пластиковые руки ветеранов из телесного цвета превратились в цвет белый, но не жестко отталкивающий, а настоятельно предупреждающий. Однажды и у нас наступит мир, и вырастут послевоенные дети и потянутся внуки нового сервисного человечества без пролетарской отмашки, а с надеждами на простую предупредительно-изворотливую человечность. Говорят, что существует 25-ты кадр при 24-кадровой покадровке, что все мы, жители иных миров, якобы выскреблись с некой планеты, где существовал 25-ты час суток. И точно существовал. Я его сегодня ощутил на перелете в Небесном океане, пересекая временные поясы странные взгляды отлетающих в их собственные во своясь и несоосных нам россиян. Еще в городке мы здоровались, почти расшаркивались, если почти старики, но вот в аэропорту на кромке нейтральной полосы Лосалицеем на голоидные средних лет тетки уже отскакивали от нас точными опалоумевшими райами. Ведь накануне их накачали таблетками ненависти российские и зарубежные каналы для соотечественников, накачали жирно на ядь, и новыми танками, и новыми ракетными пусковыми установками, и новыми неграми, которые по старинке приценивались ко всем эти извечным орудиям ненависти, цокают языками. Какие-то образцы им втюхивали после кульбитов с переворотами на Красной площади, а некие обещали втюхать потом, но уже и без танкистов и операторов убитых на Донбассе, часть этих убитых приходились этим теткам с детьями, свояками, племянниками, но не детьми. Эти из путинской России навек невыездные, отчего, глядя на наши мощные украеские и зарубежные паспорта, тетки закипали, не выдержал и тут же брякнул. Вот похороните своих последних идиотов и пожалуйте к нам на цветение киевских каштанов в 2016 году. К гостям мы сервисно и учтиво предупредительны. Тетки гортанно взвыли и устремились с гусиным гоготом на взлетку. Это и был 25-й отлетный кадр, а как раз в это время 24 августа на очередной день независимости Киев продолжал танцевать фрейлакс.